На основе, скажем, кодекса Рахончи, кодекса Войнича, ну вот там Бордот Адол, я, кстати говоря, тоже здесь упоминаю. И, в общем-то, я, как финальную такую точку, подхожу к кодексу Серафиниануса, ну и если, в общем-то, это звучит по-латыни не очень корректно, скажем, двусмысленно, то, тем не менее, вот этот кодекс, с моей точки зрения, как раз является тем самым эталоном большого обмана вот этих вот поделок и мистификаций в отношении кодексов, рукописей и так далее. Хотя этому кодексу нету еще и 40 лет. Давайте, в общем-то, как я и обещал, пробежимся кратко по этим кодексам. Напомню вам о них. Ну, первый это у нас кодекс Рахончи. Просто я это делаю в порядке хронологии, скажем, условной хронологии, потому что они все примерно ваялись в одно и то же время, это 19 век. Это, в общем-то, всеми признано. Так вот, в середине 19 века земляки Влада Цепиша, кто, может быть, знает, кто такой Влад Цепиш, это Дракула. Так вот, румыны сегодняшние, они, соответственно, вбрасывают вот такой небольшой томик, примерно 10 на 12 сантиметров, который бы сейчас имеет надпись «Кодекс Рахонца». Я его сейчас вам покажу. Вот, значит, что с этим кодексом? Ну, я, например, считаю, не только я, естественно, многие исследователи считают, что это поделка вот такого очень известного антиквара, историка, лингвиста по имени Самуил Немиш. Это был такой транссильванский меценат, мистификатор, кстати говоря, славный, потому что основным занятием этого Немиша была торговля дипломами старинными, торговля всякими дворянскими грамотами и старинными руками. Он также торговал антикварным оружием, ну и, в общем, много чем он торговал. Но важной деталью этого Немиша было то, что он был таким ярым националистом, и он вот считал, что все венгры, это фактически, как бы, имеют предков среди апостолов Христа. Да, и сам, а сам он, кстати говоря, вот был таким потомком Атилы, прямым является потомком Атилы, у него даже там какие-то были мощные, в этом смысле, родословные. Вот такой смешной человек был, он буквально в смысле дрался и влез буквально в драку, когда ему, ну, как бы, там над ним подшучивали в этом смысле. Вот он изготовил этот манускрипт, и лет через 20 вот такой есть некто Корой Сабо, человек, исследователь, ученый венгерского происхождения. Он заявил, что, в общем-то, большая часть этих древних рукописей является абсолютной подделкой. У него были какие-то однозначные на эту тему сведения. Ну, вот этой подделкой, например, были знаменитые свитки, не свитки, а на пергаменте, молитвы на пергаменте короля Андраша венгерского, который, кстати говоря, вот этот пергамент был положен в основу всей венгерской истории. Сам пергамент был изготовлен, считается, как бы в 11 веке нашей эры, ну, это по классической хронологии. Вот, также, в общем-то, они говорили, ну, вот Сабо, вернее, говорю, что, естественно, изготовлена вот эта деревянная книга Турос, известная, которая и сейчас лежит, кстати говоря, в Венгерской академии наук на видном месте, она так считается очень древней. Ну, и также этот вот самый наш с вами Немиш, он изготовил какое-то колоссальное количество карт, которые продавал, обрывки каких-то текстов, каких-то фрагментов икон продавал, то есть все какое-то такое. Где-то, в общем-то, он их ваял, в нем была, говорят, целая мастерская, и вот он извоял этот вот кодекс рахунцы. Ну, на самом деле, здесь смех даже не в этом, это и так понятно, а смех в том, что люди на полном серьезе пытаются перевести вот то, что он там наваял. Значит, этот язык, он, значит, совершенно неизвестный считается, его пытаются расшифровать, математики его расшифровывают, там, химики находятся там, изучают строение материала, на котором это все написано. Ну, а эзотерики вот на это, когда смотрят, они там курят фемиан и говорят, что здесь вот написано что-то тайное сакральное знание какое-то, вот его пытаются уже больше там 150 лет, это в середине 19 века было все легализовано, его 150 лет пытаются перевести, это очень смешно, конечно, с моей точки зрения, вот, тем более, что таких вот вещей изготовлено в наше время очень много, ну, а вот это вот, как бы, типичное гласолалия, наверное, такая текстовая, по большому счету. Так вот, у этого, значит, Рахонца, сейчас, я заканчиваю про Рахонца, у него сейчас, как бы, началась новая жизнь, вот, началась она с, как бы, отделением от советского блока румынского государства, хотя начал это, в общем-то, как ни странно, еще вот такой бесславно погибший Чаушеску был такой, если помните, и этот Чаушеску, значит, еще в те времена связал, потом, связал напрямую современных румын с даками, то есть они, это, значит, вот даки, румынные даки, и, как бы, вот этот кодекс идентичности, который сейчас протягивается, это, как бы, получил новый импульс, и вот, значит, у нас с вами сейчас во всей Румынии вот этот кодекс Рахонца является, как бы, образцом письменности даков. Такие вот штуковины делают, и целые площадки природные можно съездить, там, туристические объекты, все это, вот, крепости и какие-то такие дакские достопримечательности. Вот, это наш с вами кодекс Рахонца. Значит, идем дальше, теперь давайте вспомним про манускрия Пойнича.